Впрочем, этот праздник отмечают не только дорожные полицейские, но и влюбленные пары во всем мире. Ей чаще всего предпочитают делать это креативно. Но излишняя изобретательность порой может и навредить. Например, в Омске. Ради яркого признания в любви молодой человек разбил автомобиль, а в Кимерове, чтобы поздравить парня, девушка и вовсе вызвала ОМОН. Как жители Сибири отмечают праздник всех влюбленных, узнал Данила Вожевский. Кадры напоминают оперативное видео. Кажется, происходит задержание опасного преступника. Однако это просто поздравление от любимой с Днем Святого Валентина. Заказать такие острые ощущения стоит от 500 рублей. В зависимости от помещения и количества людей, которых таким образом надо поздравить. В Кимерове этот розыгрыш пользуется спросом, говорит организатор. Поздравление любимой или любимого в стиле ОМОНа. Это когда здоровые мужики с настоящими автоматами вваливаются, заламывают тебя, начинают обыскивать, подсовывают тебе порошочек белый, а в окончании они тебя поздравляют с замечательным этим Днем Любви. Алексей Быков из Омска вообще подстроил ДТП, чтобы сделать возлюбленное предложение. За четыре дня парень сделал муляж разбитого лобового стекла, договорился со скорой, нарисовал на дороге тормозной путь. Грим нанес профессионал из театра. В считанные минуты девушка приехала к месту аварии. И когда Алексей вышел из скорой помощи с шарами и цветами, у его избранницы началась истерика. В ответ на предложение руки и сердца девушка бросилась на Алексея с кулаками и согласилась выйти за него только через две недели. Отношения, они всегда складывались именно из общего какого-то авантюризма. То есть никто не запрещал после работы выйти уставшими, сесть в машину, а на полпути подумать, что с утра в Новосибирске очень прекрасный кофе. Выйти на трассу и утро встревелить эти в Новосибирске. Немало романтиков и в Новосибирске. Павел Папин, например, сделал предложение своей возлюбленной, показав ей в кинотеатре самодельный мультфильм. Девушка согласилась, но дата свадьбы еще не назначена. Крешунчик, выходи за меня замуж. А вот Любовь и Сергей Каленовы, напротив, женаты уже несколько лет. Сегодня, в День всех влюбленных, они решили в очередной раз признаться друг другу. И сделали это необычно. Пара зарегистрировала свой брак по старым традициям, под красным платком и с берестяными кольцами, которые они надевали поверх своих золотых в Музее Истории Томска. Любовь должна быть особенной. А дата уже может быть любая. И не обязательно ее запоминать, мне кажется. То есть важно дальнейшая уже совместная жизнь и любовь в браке, не в браке, там совместная. Данила Вожевский, Сергей Степанишин. Новости здесь. Омск.